Официальные партнёры программы «Новости дня». Сеть магазинов «Универсам низких цен». Меховой салон «Венера». Компания «Оптика ССЭК». Торговая группа «Абсолют». Сеть магазинов «Русский мех». На ТВ КОМе «Новости дня» в студии Юлия Пермякова. Здравствуйте. И в начале программы краткий анонс тем выпуска. Пожар, выходите скорее. Ну мы чем смогли, там документы взяли, все. Больше ничего не взяли. Пожар на мелькомбинате. Погибла 44-летняя женщина. Как говорят производители, она не скользкая, морозоустойчивая. В настоящее время в гостиных рядах силами комбината благоустройства производится укладка этой плитки. Нескользкая плитка из пластика и полиэтилена. О новом эксперименте расскажем через несколько минут. Хочу, чтобы выделили муниципальное жилье, как инвалидом детства. Живут на вокзале. Почему семья инвалидов оказалась без крыши над головой, разбирался наш корреспондент. Оборотней в погонах поймали спустя 17 лет после происшествия. На днях арестовали двоих сотрудников МВД по Кабанскому району. Их обвиняют в жестоком убийстве двух девушек. Выйти на след преступников удалось лишь недавно, благодаря показаниям чудом выжившей третьей девушки. О других происшествиях за минувшие сутки расскажем в рубрике «Горячая линия ТВКОМ». На пожаре заживо сгорела 44-летняя женщина. Возгорание произошло в районе мелькомбината по улице Денисова. Пожар начался на втором этаже многоквартирного дома, после чего огонь стремительно перекинулся на крышу. Жильцы дома еле спаслись. Всего из пожара было эвакуировано 10 человек, одного из которых госпитализировали. Сгорела крыша на общей площади 150 квадратных метров. В ходе тушения пожара был спасен мужчина 81 года рождения, который был в дальнейшем госпитализирован в медицинском учреждении с диагнозом отравления продуктами горения. Предварительная причина возгорания – неправильное использование электробогревателей. Все обстоятельства происшествия выясняются. Всего на тушении пожара было задействовано 24 человека личного состава и 8 единиц техники. Смерть на дороге. 36-летний водитель мотоцикла «Урал» в Бичурском районе не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Спасти водителя не удалось. От полученных травм он скончался в больнице. Не обошлось без пострадавших и на дорогах города. В субботу на улице Трубачеева сбили дорожного рабочего и водителя. Около трех часов ночи водитель автомашины «Фольксваген Туарек» следуя по улице Трубачеева в районе дома номер 156 совершил наезд в настоящее транспортное средство «ГАЗ» под управлением водителя 1986 года рождения, который в этот момент находился на проезжей части перед автомобилем. Также водитель «Фольксваген» совершил наезд на пешехода 1989 года рождения дорожного рабочего, который в этот момент осуществлял дорожные работы. Причина наезда выясняется. Водитель и пешеход получили травмы различной степени тяжести. Едем дальше. Другое ДТП произошло на кольцевой развязке по улице Ключевская. На дороге нашли друг друга «Тойота Таунайс» и «Тойота Калдина». В результате ДТП автомашины получили механические повреждения. Пострадавших нет. Стоит отметить, что водитель автомашины «Тойота Калдина» скрылся с места ДТП. В настоящий момент ведутся мероприятия по его установлению. Другое, но уже одиночное ДТП произошло на улице Бабушкина «Хонда Аккорд». Частично ушла под землю. Я привезла своего ребенка во дворец творчества. Поворачивала, здесь машина стояла. И вот провалилась передним правым колесом. То есть, как бы это ладно машина, а если бы ребенок провалился. Здесь столько детей ходит. Это же все очень опасно. Кто за это отвечает, неизвестно. Неизвестно и то, кто теперь девушке восстановит передний бампер. Всего же за эти выходные на дорогах Бурятии зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий. Екатерина Лестратова, Сергей Медведев, Андрей Дармаев. Новости дня. Тротуарная плитка из полиэтилена и пластика. В Улан-Удэ стартовал совместный эксперимент Республиканского центра переработки отходов и городского комбината по благоустройству. Выгодна ли такая переработка и насколько качественным должно получиться это вторсырье? О подробностях эксперимента в сюжете нашего корреспондента Романа Попова. Скользкая плитка может исчезнуть раз и навсегда. Администрация города решилась на смелые эксперименты использовать для укладки тротуаров полимерную плитку от местного производителя. Для примера взяли один из самых скользких участков советского района возле гостиных рядов. В ближайшие дни здесь положат 20 квадратов нескользящего полотна. Город решил в качестве эксперимента попробовать взять полимерную плитку. Как говорят производители, она не скользкая, морозоустойчивая. В настоящее время в гостиных рядах силами комбината по благоустройству производится укладка этой плитки. То есть все зимний период времени мы будем смотреть, наблюдать, скользкая, не скользкая. Будут ли жалобы от людей. Ну и понятно, поймем ее качество. Это не первый эксперимент города с плиткой. Во многих местах используется полотно на резиновой основе. Но отличительной особенностью полимерной плитки является то, что ее себестоимость гораздо ниже стоимости той же резиновой. По сути в ее состав входит вторсырье, перерабатываемое на местные мусоросортировочные станции. И город может за счет собственных полимерных отходов существенно сократить затраты на благоустройство территории. В состав данной плитки входят материалы, которые отобраны на недавно запустившиеся мусоросортировочные станции. Это разные виды полиэтилена, пластики. Это то, что мы выкидываем из жилья. То есть вторичное сырье, то есть находит свою жизнь вторую в данном виде продукции. Ну и сам факт, что себестоимость это ниже обычной плитки получается за счет, скажем, того, что цена на то, что мы отбираем, то есть очень низкая. По сути это только затраты на сортировочную станцию. В состав уникальной плитки входят полиэтиленовые пакеты, измельченная крошка канализационных труб, а также стеклянная крошка в перемешку с песком. На сегодняшний день мусороперерабатывающая станция может обеспечить бесперебойное производство подобной плитки на три года вперед. Планируется, что если эксперимент будет положительным, то нескользящие полотно из отходов будут укладывать в первую очередь на проблемные участки. Сейчас мы хотим добиться первого, чтобы и жители города, и администрация города убедились, что это действительно безопасная и нескользкая плитка, что вот таким вот образом можно убивать двух зайцев. Во-первых, захоранивать отходы, не растить полигоны, обеспечивать людей безопасной плиткой, на которую нескользко. А дальше посмотрим, то есть все зависит от спроса. Здесь мы сейчас выложили тестовый объем, предоставили городу. Благодаря комбинату по благоустройству, комитету городского хозяйства на все это оперативно среагировали, и сейчас все граждане могут это попробовать. Ежемесячно республиканский центр по переработке отходов может производить до 3,5 тысяч квадратных метров полимерной плитки. И уже к началу мая им удастся изготовить свыше 15 тысяч квадратов нескользящего полотна, что позволит обеспечить город необходимыми объемами и подготовиться к следующей зиме. Роман Попов, Жаргал Цариндашиев, Новости дня. Тем временем ЭК Альянс снова пожаловался на предпринимателей и призвал их заключать договоры. Из почти 28 тысяч юрлиц по республике на сегодня с мусорным оператором заключили только 4,5 тысячи предпринимателей. Это не может продолжаться вечно. И мы вместе определили дату, что до 31 января, уважаемые предприниматели, все приходите в ЭК Альянс заключаться. С 1 апреля ЭК Альянсу задолжали миллионы рублей. Фирма готова пойти на крайние меры. Особенно это касается тех бизнесменов, чей бизнес располагается в многоквартирных домах и кто пользуется исключительно контейнерными площадками жилого сектора. Перерасчет в этом случае производиться не будет. Выставлен будет в полном объеме. Более того, если при проверке предпринимателей выяснится, в данном случае магазин оконит, что не было договора с рекоператором в этом году, то будут большие штрафные санкции. Они будут либо в отношении юридического лица от 100 до 250 тысяч, либо в отношении руководителя данного юридического лица. При этом те организации, которые уклоняются от заключения договоров, несут ответственность в том числе за сбои в мусорной нашей реформе. Обсудили и объемы вывозимых отходов. В ЭК Альянсе уверены, что 15% предпринимателей свои объемы попросту прячут, что дает все основания фирме повысить для них тариф в дальнейшем. Аудиторская проверка бухгалтерии Комитета по образованию. Цель ревизоров – проверить и проанализировать, как начисляют зарплату работникам школ и детских садов, а также узнать, как распределили деньги, выделенные на нужды учебных заведений. Итак, куда потратили бюджетные средства и есть ли нарушения, выяснял наш корреспондент. В 2015 году несколько раскиданных по всему городу бухгалтерии образовательных учреждений объединили в одну – централизованную. Сегодня тут ведут отчетность более 100 городских школ и детских садов. Но в то же время мы не должны, как говорится, диктовать свои усилия в том плане в составлении планово-экономических функций. Первая очередная задача, конечно, это начисление заработной платы, введение основных средств, инвентаризация имущества, освоение бюджетных средств по целевому назначению, ну и, конечно, финансовая дисциплина, соблюдение. Как соблюдают эту самую финансовую дисциплину в ведомстве, призваны проверить специалисты контрольно-счетной палаты. Сейчас аудиторы работают с документами 2017-2018 годов. В рамках контрольного мероприятия будет проверен вопрос эффективности и экономности использования бюджетных средств. Будут изучены первичные документы, регистры бухгалтерского учета, муниципальные контракты. Объем проверяемых средств составляет 112 миллионов рублей. Эти самые миллионы пошли не только на зарплату работников, оплату коммунальных услуг, содержание помещений, но и на закупку необходимого оборудования. Кроме того, в нескольких помещениях централизованной бухгалтерии провели ремонт. И эти затраты также подлежат проверке. В том числе, качество новой отделки и соответствие объемов работ, заявленным в актах. Замерим площадь стены. 10,67 идет? Отходится? Да, отходит. Освежить пришлось и подвальные помещения. Здесь покрасили стены, установили новые экономные осветительные приборы. Здесь у нас произведен ремонт частичный. В данном помещении у нас хранится архив наших образовательных учреждений. Детские сады, школы и учреждения дополнительного образования. В настоящее время около 6,5 тысяч томов находятся в данном архиве. Проверка продлится до конца декабря. Если выявят нарушения, учреждению придется их устранить. Ася Касьянова, Сергей Медведев, Новости дня. В Бурятии мать и сын живут на вокзале. Оба они инвалиды второй группы. По их словам, денег катастрофически не хватает, ведь полученную пенсию тратят на оплату комнаты ожидания. Пытались ли в Минсоцзащите помочь нуждающимся? И все ли так просто, как кажется на первый взгляд? В запутанной истории разбирался наш корреспондент. Дарима Дабаева родилась с тяжелым диагнозом. В 27 лет родила сына, тоже инвалиду второй группы. Некоторое время семья жила в Заиграевском районе, в селе Первомаевка, а позже переехала в Уанде, где снимали квартиру. Но с мая этого года вынуждена ютиться на вокзале. Хочу, чтобы выделил муниципальное жилье. Как инвалидом в детстве. Не на доте мы сидели, сидели, спали круглосуточные. А все, по закону выйдет жилье. Узнать, возможно ли получить жилье Дариме и ее сыну, мы отправились в Минсоцзащиту Бурятия. Там нам пояснили, что женщина встала на учет, как нуждающаяся в жилье после 2005 года, то есть до положенного срока. Поэтому вопрос обеспечения ее живым помещением относится к компетенции органов местного самоуправления. Учитывая трудную жизненную ситуацию женщины и ее сына, в рамках полномочий Министерства им неоднократно предлагалось проживание в стационарном учреждении социального обслуживания, в социальной гостинице Центра Шанс, а также в социальной гостинице специализированного жилого дома для инвалидов-колясочников. К сожалению, от предложенных вариантов они отказались. Председатель контрольного комитета главы Бурятии также пояснил нам, что Дариме сыном было предложено жилье в их родном селе Первомаевке. Однако они отказались и от него, ровно как и от съемного жилья в других поселках Заиграевского района. На сегодняшний день то, что можно было, конечно, Министерство социальной защиты со своей стороны не делали. Администрация Заиграевского района и сегодня готова им поспособствовать в заключении арендовать жилье, но только не социальный характер, потому что социальный, у них тоже как бы есть очередь, без очереди они не могут дать. На сегодняшний день Дарима и Аюр могут не жить на вокзале, а пойти проживать в социальную гостиницу. Министерство социальной защиты Бурятия со своей стороны готово устроить их туда. Андрей Слепнев, Жаргал Церендашиев и Сергей Устинов. Новости дня. Потеря слуха обычно развивается медленно на протяжении многих лет. Ее результаты становятся очевидными только постепенно. Это затрудняет диагностику и выявление проблем. Где можно бесплатно проверить слух и подобрать нужный слуховой аппарат по доступной цене? Расскажем в следующем сюжете. На сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, более 360 миллионов человек в мире страдают глухотой или нарушением слуха. И каждый пятый житель планеты в возрасте старше 35 лет уже имеет снижение слуха. И эта проблема молодеет с каждым годом. Главные причины потери слуха – это различные ушные инфекции, заболевания ушей, как врожденные, так и приобретенные, осложнения простудных заболеваний носа, горла. Также в настоящее время, учитывая очень частое использование современных гаджетов, молодежью происходит снижение слуха из-за травмирующего воздействия звука внутриканальных наушников. Большую часть случаев глухоты или нарушения слуха можно предотвратить на ранней стадии. Главное – хотя бы раз в год проходить проверку. Аудиометрия – это аппаратная проверка слуха. Это совершенно безболезненная процедура, и она не требует совершенно никакой подготовки. Аудиометрия – инструментальный метод, как я сказал. Человек надевает наушники, подаются звуки различной мощности, различной частоты. И задача обследуемого – всего лишь нажать на кнопочку, как только услышит звук. Сегодня любая проблема слуха, кроме его полной потери, решаема. Незначительное снижение можно улучшить путем лечения. А уже более сложные случаи можно компенсировать современным слуховым аппаратом. Современные слуховые аппараты – это компьютеры, которые конкретно настраиваются по потере слуха на человека. Бывают они трех видов – заушные – это классический вариант, внутриушные и практически незаметные – это внутриканальные. Это современное технологичное устройство, которое позволяет человеку вновь слышать все звуки в полном объеме. Они подбираются индивидуально под каждого человека, исходя из потери слуха. Записывайтесь в городской центр «Слух и здоровье» на бесплатную проверку слуха и подбор слуховых аппаратов «Видекс» по телефону 379-276 по адресу улица Ключевская, 70А. Далее небольшой перерыв. Не переключайтесь. Скоро вернемся. В память о герое в Улан-Удэ открыли памятник маршалу Константину Рокоссовскому. Это уже вторые соревнования городские, когда я занимаю первое место в личном взрослом учете. В Улан-Удэ прошел турнир по автогонкам среди детей в памяти Евгения Жидовецкого. Чей болид пришел к финишу первым? Расскажем далее. Мясо для запекания от БМПК – это специи, свинина и праздничный ужин каждый день. Укладываем в духовку, ставим на 200 градусов и подаем любимому папе лучший ужин. Какое вкусное мясо! Сама приготовила? Сама-сама! Кушай, папа, кушай! Мясо для запекания от БМПК. Приятный сюрприз для самых любимых. В меховом салоне Венера в Удинском пассаже. Линейка новогодних шуб 2020 года. Скидки до 40%, рассрочка и подарки каждому покупателю. Меховой салон Венера. Встречаем Новый год в новой шубе. Оптика СССР. С Новым годом! Пусть исполняются все желания. Приходите в Оптику СССР. Здесь тепло и красиво. Здесь любят и дарят подарки. Я люблю Оптику СССР. Встречай Новый год на Мальдивах. Купи в Абсолюте товары, участвующие в акции, и выиграй путевку на Мальдивы или другие ценные призы. Европейский бренд. Натуральный гусиный пух. Инновационная ткань с грязи и водоотталкивающими свойствами. Это тот самый идеальный пуховик. В магазине «Русский мех». Салон на Коммунистической 44. Стало холодно в машине? Авто заводится плохо? А автолидер подготовит ваше авто к зиме. Аппаратная замена антифриза. Ремонт и чистка печи. Телефон 701-800. Абсолютно безопасные. Стоит меньше гипсокартона. Оперативные в установке надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки. Линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба. Спасибо, что остаетесь с нами. Это новости дня. И мы продолжаем прямой эфир. В память о великом маршале. В эту субботу в Лануде открыли памятник Константину Рокоссовскому. В день рождения Героя Советского Союза на площади у Мемориала Победы собрались десятки горожан. Подробности в нашем сюжете. Несколько месяцев вся Бурятия ждала этого открытия. На площади у Мемориала Победы собрались ветераны, представители власти, гости из Монголии и горожане. С постамента на толпу смотрит тот, чье имя вошло в историю. Один из лучших военно-начальников всех времен. Его вклад в Победу в Великой Отечественной не переоценить. Это знак нашей памяти, знак нашего уважения и знак того, что мы передаем нашим молодым поколениям и последующим поколениям память о выдающемся человеке. Константин Рокоссовский гордо носил звание маршала сразу двух стран – Советского Союза и Польши. Именно он командовал парадом Победы на Красной площади в 45-м. С Бурятии Константина Константиновича связывает многое. Здесь он служил, здесь встретил свою будущую жену. С его именем связывает формирование национального воинского, формирование бурятской кавалерийского дивизиона, который был сформирован именно здесь, в городе Верхнеудинске. Константина Константиновича отмечает не только таланты полководца, но и высокие человеческие качества. Бронзовую фигуру маршала на коне изготовили за три месяца. Это, можно сказать, рекорд, отмечает архитектор проекта Вячеслав Бухаев. Обычно на такую работу уходит пара лет. Правда, успели не все. Пока памятник стоит на временном постаменте, гранит еще в пути. Сверху два цельных блока, а так будут где-то по 30 сантиметров толщиной. Вот, ну и там с какими-то деталями. Крылья такие белые будут. Ну, вот на этой части, на верхней части. Тексты будут врезные, а не так. Камень поступит в течение недели. Тогда конструкцию заменят. С мемориала Победы все отправились в Национальный музей Бурятии. Там открылась выставка, посвященная Константину Рокоссовскому. Работа над нашей выставкой длилась несколько месяцев. Мы тесно сотрудничали с музеями и архивами. И сегодня жители нашей республики впервые имеют уникальную возможность увидеть в одной выставке архивные документы и фотографии сразу нескольких архивов. Здесь можно увидеть не только документы и фотографии, но и личные вещи военно-начальника. Часть экспонатов из музея в селе Желтура, где служил Рокоссовский. Дает возможность прикоснуться к подлинникам документов, к подлинникам вещей и по-другому ощутить историю. Поэтому всех приглашаю сюда на выставку. Она будет до конца января. Именно Рокоссовский стоял у истоков создания Буркаф-дивизиона. Ветераны говорят, несмотря на впечатляющие достижения, маршал никогда не задирал нос. Самое главное, он вложил душу в выучку этих бойцов, которые призваны с деревень. Они, конечно, неграмотные ребята. Пришли в Буркаф-дивизион, их там обучили грамоте. Но самое главное, их Рокоссовский научил воевать. На стендах оружие, Буденовка и Шинель, и даже Дегел. Его маршалу подарила монгольская семья во время его визита в соседнее государство. Там Рокоссовский, кстати, провел немало времени. Автор фильмов о маршале, ветеран следствия Александра Мяханова, обратилась к представителям страны и степей с просьбой раскрыть и эти страницы жизни героя. И выразила надежду, что следующий памятник военно-начальнику появится уже в Монголии. Ася Касьянова, Сергей Устинов, Новости дня. Восемь номинаций и больше 30 участников. За звание «Лучшее новогоднее оформление» соревнуются детские сады, дворы и предприятия. Как готовятся к Новому году в Октябрьском районе, смотрите в следующем сюжете. Вот здесь у нас представлен мышинный король, его мышинные армии. Это нам сделали родители. Здесь и железо, и бетон. Такая прямо конструкция мощная. Мы им просто направили, а они уже сами сделали вот эти три головы. И как-то поддержали нас. Все, как в сказке Гоффмана. И мышинный король, и девочка Марии, ну и, конечно, сам щелкунчик. В детском садике «Строитель» родители постарались воссоздать атмосферу волшебства и чуда. На этом они не остановились и продолжают украшать территорию садика. Была задача, чтобы украсить территорию сада. Мы, как родители ответственные, решили сделать такого медведя. То есть помочь саду, чтобы он был еще краше. Интересно, чтобы дети наши ходили, радовались, что это вот родители сделали. Есть даже настоящий аквариум. И в льдинках живут яркие разноцветные рыбки. Украшают не только территорию садика, но и дворы. Здесь новогоднюю атмосферу создали работники управляющей компании. В самом центре детской площадки красуется нарядная елочка. Ежегодно мы готовим каркасную ядовую елку. Я думаю, в этом году уже будет 10 раз. Я хотел подчеркнуть, что здесь это труд наших работников, которые заготавливали елочку, устанавливали елочки. Хотели преподнести такой новогодний праздник жителям данного микрорайона. Я хочу пожелать всем добра и счастья и с наступающим Новым годом. Здесь и Дед Мороз со снегуркой, и оленей у пряжки, ну и, конечно, символ наступающего года – мышка. А следующий на очереди садик Аюна встречают у входа семейства мышек и снеговиков. Перед наступлением самого замечательного новогоднего праздника наше дошкольное учреждение решило принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление Октябрьского района. И в этом году наши педагоги воодушевились тем, что на будущий год наступает год металлической мыши и сделали фигуры в основном мышей. Да, есть различные у нас фигуры мышей, снеговиков, елка у нас здесь. Педагоги украсили не только двор, но и разрисовали окна. Новый год устроили и для птичек. Вдоль дорожки деревья увешали праздничными кормушками. Самое главное для жюри – оригинальность новогодней атрибутики и светового оформления. Порядка 10 лет традиционно администрация Октябрьского района организовывается и проводится конкурс на лучшее новогоднее оформление. Вот этот год тоже не обошел стороной. Также сегодня комиссией проводим объезд по предприятиям, учреждениям, организациям, которые подали заявки на участие в данном конкурсе. В данном конкурсе у нас 8 номинаций проводится. По 8 номинациям конкурс проводится. На сегодняшний день уже подано 33 заявки. Данные заявки продолжают поступать. Победители назовут 25 декабря в парке «Юбилейный» на открытие главной елки в Октябрьском районе. Валерия Кратуев, Евгений Павлов. Новости дня. А на улице Ключевской соседи вместе нарядили новогоднюю елку. Игрушки готовили своими руками вместе с детишками. Депутат по округу без внимания их не оставила и приготовила развлекательную программу и подарки. Праздник во дворе улицы Ключевской. К нему готовились и дети, и взрослые. Задача – придумать самое нарядное украшение для елочки, причем своими руками. Я приклеивала сюда половинку шарика и такие вот бусины. Сама придумала? Да. Не жалко отдавать на улицу вешенную елку? Нет, не жалко. Еще сделаю, да? Еще сделаю сама своими руками. Эту елочную игрушку мы придумали вместе с сыном. Это мышь, символ года наступающего. Делали ее два дня своими руками для нашего праздника. Повесим на елочку, думаем, будем украшать. Ну и какой же Новый год без подарков? Об этом позаботился депутат по округу. Конечно же, к Новому году, а это самый замечательный праздник, да, мы его ждем. И взрослые, и дети. Поэтому, конечно же, мы хотели бы провести для большего количества ребятишек. Конечно, мы готовим подарки, да, персонально для каждых ребятишек из тяжелой жизни, которые с тяжелой жизненной ситуацией. Приготовленные подарки вручат в преддверии праздника 30 детишкам. Других наградили за лучшие самодельные игрушки. Юлия Пермякова, Сергей Медведев, Новости дня. Тем временем новогоднее настроение встречают ученики 50-й школы. В актовом зале нарядили зимнюю красавицу и пустились в пляс под зажигательные песни. Как это было, смотрите в следующем сюжете. Стоят тут, радуются, что праздника хотите. Разумеется, хотят. Ёлка для учащихся 50-й школы – нечто особенное, впрочем, как и для всех остальных. Ожидание чуда, подарки и прекрасное новогоднее настроение. Создали такую атмосферу депутаты Улан-Уденского городского совета. Конечно, празднование вот этой ежегодной новогодней ёлки – для нас это очень ответственный момент. Дети всегда ждут этого праздника. Это самый долгожданный, радостный, светлый праздник. И, конечно, мы со своей стороны постарались подготовить призы, подарки, которые будут вручаться по окончанию данного мероприятия. В череде праздничных событий школьников позавидует любой взрослый. Ведь кроме школьной ёлки, подарков и сюрпризов, впереди у ребят зимние каникулы. Несмотря на все проблемы, которые у нас в конце года, как всегда, наваливаются, мы всё равно ежегодно традиционно организовываем новогодние мероприятия для наших детей совместно с администрацией Октябрьского района. К празднованию школьной ёлки ребята и их родители отнеслись весьма серьёзно. Кто-то выучил зажигательный танец, кому-то удалось создать незаурядный новогодний костюм. И всё это ради неподдельных эмоций и долгожданного чуда. Илья Бельков, Андрей Дармаев. Новости дня. В Улан-Удэ состоялся турнир по автогонкам памяти известного гонщика Бурятия Евгения Жидовецкого. Наша съёмочная группа побывала на месте событий и готова рассказать, чей автомобиль стал самым быстрым. Мальчишки и девчонки со всего города приняли участие в открытых соревнованиях по картингу, посвящённых памяти известного автогонщика Бурятия, кандидата в мастера спорта Евгения Жидовецкого. На трассе «Картинг-арены» более 50 юных гонщиков боролись за право стать самым быстрым. 57 идей на сегодняшний день. Мы, конечно, хотим со временем увеличивать количество идей, потому что желающих очень много. А возможностей у них у всех есть. Будем стараться увеличивать поток людей. Автогонки на картингах проходят на время. На заезд участникам даётся 10 минут. Все гонки проходят в бескопромиссной борьбе. Порой от накала бывает и столкновение. Но за здоровье юных любителей скорости переживать не стоит. Карты у нас полные, безопасные. Машины вообще картинги немецкого производства, двигатели, хонда. Оборудованные карты специальной дугой защитной. То есть никаких переворотов, столкновений серьёзных не будет. Помимо гоночных заездов, для детей приготовили различные эстафеты с участием Снегурочки и Деда Мороза. Победители и призёров соревнований наградили ценными призами и дипломами. Вообще я очень рад. Это уже вторые соревнования городские, когда я занимаю первое место в личном взрослых отчётах. Ну, очень рад. Впечатление хорошее получилось. Отмечу, в планах у организаторов провести следующий турнир памяти Евгения Жидовецкого на открытом воздухе на льду. Андрей Слепнёв, Евгений Павлов. Новости дня. Настало время готовиться к новогоднему столу. И каждая хозяйка знает, что обязательный соус для заправки салатов – майонез. Где можно выбрать проверенный и качественный продукт? Расскажем далее. Иркутский масложирокомбинат уже полвека изготавливает популярный и любимый среди покупателей Сибири и Дальнего Востока майонез «Провансаль». Свою фирменную рецептуру не скрывают. Правила качественного продукта просты. При приготовлении майонеза не используются порошки-полуфабрикаты, крахмал и искусственные красители. Применяют только растительное масло и свежее яйцо. Такой соус разрешают даже диетологи. Новый год без оливье – это не Новый год. То есть майонез все-таки используют практически все – 99% населения. Просто надо использовать все с умом. Настоящий классический майонез, который в составе имеет только натуральные ингредиенты, то есть это растительное масло, это яичный желток, это лимонная кислота, либо уксус. То есть он может быть безвреден. Все ингредиенты, которые используют для приготовления майонеза, проходят строгий контроль качества на всех этапах. Начиная от выращивания сырья, заканчивая фасовкой. Потому покупатели уже много лет доверяют продукции Янта. Я как мужчина доверяю продукции Янта. Тем более без майонеза наши столы не обходятся, салаты. Тем более новогодние праздники, качественные продукции. Всегда не один год пользуемся этими продуктами. Незаменимый продукт, да. Да и любое блюдо получается вкусным. К новогоднему столу запасайтесь качественными продуктами в сети магазинов Янта. Сразу после программы «Новости дня» в 20 часов 10 минут смотрите программу «Москульт». Моя коллега Ксения Шабаева расскажет вам о культурных событиях города и на какие выставки стоит обязательно сходить. В 20.20 смотрите специальный репортаж, подготовленный к 95-летию Кяхтинского отряда. И в 22.10 художественный фильм «Мужество». Семейные туристические походы оборачиваются кошмаром, когда писатель, его жена и их дочь, проблемный подросток, оказываются на отдаленном острове посреди бурной реки. Таким был этот день. Я еще раз напомню о его главных событиях. Эксперимент комбината по благоустройству. На улицах города начали выкладывать нескользящую наноплитку из полиэтилена и пластика. В Улан-Удэ мать и сын, инвалиды, живут на железнодорожном вокзале. От жилья, предложенного Минсотзащитой, отказываются. В память о герое Улан-Удэ на площади Мемориала Победы установили памятник маршалу Константину Рукасовскому. На этом наш выпуск завершен. Если пропустили эфир, ищите наши новости на сайте Тиви Кома, в социальных сетях и в приложении Пирс ТВ. В студии была Юлия Пермякова. Хорошего вам начала рабочей недели. До завтра. Мясо для запекания от БМПК – это специи, свинина и праздничный ужин каждый день. Укладываем в духовку, ставим на 200 градусов и подаем любимому папе лучший ужин. Какое вкусное мясо! Сама приготовила? Сама-сама. Кушай, папа, кушай. Мясо для запекания от БМПК – приятный сюрприз для самых любимых. В меховом салоне «Венера» в Удинском пассаже. Линейка новогодних шуб 2020 года. Скидки до 40%, рассрочка и подарки каждому покупателю. Меховой салон «Венера». Встречаем Новый год в новой шубе. Оптика СССР. С Новым годом! Пусть исполняются все желания. Приходите в оптику СССР. Здесь тепло и красиво. Здесь любят и дарят подарки. Я люблю оптику СССР. Волшебный Новый год в Абсолюте. Карбонат Венский Омский Бекон со скидкой 48% всего в 139,99. Абсолют гарант низких цен. Европейский бренд. Натуральный гусиный пух. Инновационная ткань с грязи и водоотталкивающими свойствами. Это тот самый идеальный пуховик. В магазине «Русский мех». Салон на Коммунистической 44. Новый год. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин.